Ну вот, друзья, что происходит у нас со стройкой. Люди нерусской национальности залили всю крышу бетоном серым. Вот этот серый, это высохший бетон, но не всю крышу, половину крыши. А теперь они его соскабливают и грузят вот в эту машину за ненадобностью. Я вообще поражаюсь. Ну, наверное, недели 2-3, наверное, это стояло, все сохло. А теперь они, не знаю, кто им сказал, начальство какое, прораб, что так делать не надо было. В общем, они сейчас снимаются, скабливают весь этот цемент. И не знаю, что будет дальше. Опять навезли каких-то тюков, какой-то теплоизоляции. В общем, работа кипит вовсю. Будем наблюдать, что же будет дальше. Какое продолжение. Сейчас они этой самой кувалдой отбивают этот цемент с крыши. Сейчас что-то у них перерыв какой-то. Ну, может, начнут попозже. Дорогие мои, доброе утро. Вчера взяла в Фикси вот такое вот немолоко. Я уже брала шоколадное, мне понравилось. В принципе, пить можно, и там много содержится кальция. Что, в принципе, очень полезно для волос, ногтей и, по-моему, даже зубов. Вот. И, в общем, вчера вечером зашла. Думаю, ну, сегодня я после работы поеду не домой. И в субботу тоже у меня целый день в дороге. Поэтому взять с собой, как вот такой вид перекуса, попробую еще другие виды. Вот. И что хочу сказать. Обратите внимание, кто тоже берет их или хочет попробовать. Я не ожидала, что вот этот вот овсяный десерт стоит, эти все по 25, а этот стоит 50. Вот такая маленькая упаковочка. Там еще есть большая упаковка, литровая. Она стоит 77, но она вот такая вот классическая. 3,2%. Вот. Я попробую все остальные вот эти три вида, да, классическое, light и десерт. И, если интересно, расскажу свое мнение, вообще, нужно ли это пить и насколько они полезны. И, кстати, хочу отметить, что вот в этом есть загустители, красители и вкусовые добавки. Краситель, по-моему, натуральный. Вот. Вкусовые добавки, ароматизаторы. Там я не вникла. Ну, в общем, какой-то там диоксид, чего-то. В натуральном тоже что-то такое присутствует. И в лайтовом тоже присутствует. То есть, самое натуральное, как оказалось, шоколадное. Вот. И вкус у него лучше, чем у простого молока. Шоколадного. Да, мне сейчас пока сравнить не с чем. Ну, в общем, попробую остальные. И закажу в следующем, наверное, влоге или в следующем включении, может быть. Или, если не получится, напишу на экране, да, понравилось или не понравилось. А мы с вами увидимся чуть позже. Не переключайтесь. Вот, друзья, пришла мне большая, вот такая огромная посылочка от Тиана, компания. С компанией я не знакома. Увидела у другого блогера распаковку тестовых пробников, которые прислали за прохождение теста. И решила тоже пройти этот тест. И вот мне прислали огромную коробку. Распаковывать с вами будем отдельно, вот в другом видео. И тут заодно хотела показать вам своих новых друзей. Вот этот Рео, Рио, что-то в этом духе. Он мне немножко поднадоел. Не знаю, пока вот я его срезала. Он у меня с корешками стоит в баночке. Не знаю, в общем, мне немножко надоел. И, видите, его Алиска грызет. Вот. В общем, либо надо сажать в горшок, либо его отдам кому-нибудь. Может, на работу отнесу. Вот такой у меня друг появился. Не знаю, как называется. Опять же, кто знает, напишите мне в комментариях. Он у меня тоже пока в баночке. Уже дал корешки. Он так вот, лианой такой свешивается. Ну, собственно, вот этот огромный, который у меня отцвел два раза в жизни. Он у меня уже, не знаю, лет 20, наверное. Вот. Еще вот таких крокодильчиков я их называю. Приобрела. Наконец-то они у меня есть. Не знаю, когда от них устану. Я не знаю, опять же, как они называются. Все их называют крокодильчики. У них на краях образуются детки. Они падают. И из них снова вырастают вот такие вот гигантики. Ну, вот этот мой старенький. Он немножко у меня прихворал. Надо его пересадить и заняться им. Ну, вот, в принципе, из новых. А сейчас еще два появились. Не два, один появился. Один мой старенький. Я его пересадила. Сейчас покажу. Так, вот мои два друга. Вот этот большой. Опять же, который, не знаю, как называется. Он мне просто нравится. Знается сам цветок. Вот, знаете, как цветет. У него такие белые на длинных палочках. Похожи на калы. Только маленькие. Вот. Ну, такой дружок. Я его в большой горшок пересадила. Потому что он прям разросся. И, извините, вчера ездила на экскурсию и голос прямо сел. Вот, во всем. Ну, вот он так у меня растет. Уже цвел несколько раз. Он обычно у меня зимой цветет. Сейчас вот, потому что на балконе, наверное, немножко выцел. Листики выцелили. Сейчас будет холодать. Будет переезд в комнату. Вот. И вот такой друг у меня появился. Полосатенький. Он у меня как-то был давно. Но он погиб. Не знаю. Либо зараза какая-то, либо чего. В общем, он сначала загнил. Потом засох. В общем. И вот появился новенький у меня. А это тут лежат у нас луковицы. Я купила уже на следующий год. Нарцисс. Такой желтенький. Белый. И еще крокусы, по-моему. Да. Желтые крокусы. У нас нету желтых. Есть белые, голубые. А желтых нету. Вот. Стол. Я знаю, вы мне скажете про грязный стол. Он не отмывается. Это его нормальное состояние. Тут стоят горшки. Тут я замешиваю глину. Поэтому это рабочий стол. Так что имейте в виду. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть цветочков. Кисличка моя. И вот она у меня прекрасно цветет. Ей вот, именно моей, я заметила, что нравится более такая прохладная, дождливая погода. Она тогда более пышно разрастается, цвести начинает. Вот. Так что тоже кто писал, что я загубила свою кисличку. Нет. Она просто засыпает на какой-то период. У нее прекращается рост. Потом она снова идет в рост. Вот в моем случае это происходит летом. То есть на лето она как-то менее пышна. А вот прохладно по году она прям кустится. Вот такие у меня цветочки. Увидимся с вами еще попозже. Вот, друзья, у нас мерзкая погода. Но хочу вам в красках показать, что происходит со стройкой. Значит, они на днях отдолбили практически весь цемент, который был на крыше. И сейчас вот здесь вот в этой части отдолбили, а вот там накрыли пленкой и сверху положили какие-то материалы. А вот в этой части, значит, положили какой-то утеплитель такой, знаете, желтый, типа стекловатый, не знаю, в общем, как это называется. Положили проволоку. И проволоку-сетку такую для стяжки. И на эту сетку сверху, видите, какие-то непонятные, не знаю, что это, трубы или там какие-то, в общем, штуки, которые просто сетку держат, чтобы она не смещалась. В общем, не знаю, какие-то, какие-то крепления сверху. Сейчас попробую, да, поближе. Вот, как это все выглядит. Ну, по всей видимости, не знаю, утепляют, перекрывают заново крышу. Будем наблюдать, что будет дальше. Интересно даже. Сейчас вот дожди пошли, они работают, прекратили, но, наверное, надолго, потому что дожди затяжные будут. Вот, посмотрим, к чему это приведет. Спасибо. 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 Спасибо.